Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «7 минут» В гостях у нас Литвинова Наталья Ивановна, директор медико-социального колледжа. Здравствуйте, Наталья Ивановна! Здравствуйте! Вот наша с вами сегодняшняя беседа будет посвящена Международному дню медицинской сестры. Расскажите, откуда в России взялся этот праздник, откуда он к нам пришел и как он отмечается самое главное? Ну, действительно, этот праздник не так давно начал отмечаться. Он с 1993 года, и он был основан на основе решения международной организации, сестринской организации, и объединяет в себе на момент ее организации учреждения «144 страны», где весь сестринский персонал объединился и вот учредил такой праздник. В Российской Федерации он всего лишь с 1993 года, когда сестринская организация, Всероссийская ассоциация медицинских сестер была организована, и она вступила в состав международной организации, и, естественно, праздники всего мира стали праздниками и в Российской Федерации. Давайте локализуем немножечко, да, возьмем наш регион, нашу Лизанскую область. Как у нас отмечается этот праздник? Какие мероприятия проходят? Действительно, этот праздник в этом году имел очень серьезные основания для проведения, и, наверное, впервые в этом году проведена 24 апреля с международным участием научно-практическая конференция на базе Рязанского государственного медицинского университета. Впервые были объединены образовательные учреждения, скажем так, в единый сплоченный коллектив, где принимали участие не только сотрудники образовательных учреждений, медицинских организаций, принимали участие и различные общественные организации в этом мероприятии. Состоялся очень интересный диалог между всеми участниками конференции. И что мне хотелось отметить, в этот период проходило честование лучших медицинских работников Рязанской области. Они были награждены почетными грамотами и Министерства здравоохранения Российской Федерации, и Министерства здравоохранения Рязанской области, и правительства Рязанской области, и именно почетными грамотами губернатора Рязанской области. А по каким критериям, простите, отбирались лучшие из лучших? Я думаю, что это были лучшие из лучших на основе ходатайства медицинских организаций. И, естественно, это были лица, которые победили, стали лучшими во всероссийском конкурсе, лучший среднемедицинский работник 2013 года. Ну вот давайте пройдемся по кадровой обстановке в нашем регионе. На сегодняшний день хватает людей? Вы знаете, сестринский персонал объединяет в себе несколько специальностей. Это сестринские, акушерские, фершерские отделения подготовки. И, в общем-то, на сегодня укомплектованность среднемедицинским персоналом составляет где-то 92%. Но в то же время отмечается и достаточно высокая текучесть кадров. Поэтому в Рязанской области сейчас очень внимательно относятся к кадровой проблеме. И она находится лично под контролем Олега Ивановича Ковалева. И что мне хотелось бы отметить, что достаточно большая работа проводится в этом направлении. Сейчас проработан механизм закрепления кадров в Рязанской области. И он основывается именно на целевой контрактной подготовке. Скажем так, одно из ее направлений – это целевое обучение. Вот на сегодня, в этом году, практически 60 выпускников нашего колледжа заключили договора целевого обучения и трудоустройства с последующей работой в медицинских организациях Рязанской области. Это достаточно хороший процент. Он составляет порядка более 30% от выпуска из нашего учебного заведения. То есть наши выпускники идут уже уверенно на те рабочие места, которые предложены медицинской организации. Что мне хотелось бы отметить, все эти выпускники будут иметь меры социальной поддержки от медицинских организаций. Что, конечно же, станет одним из условий закрепления кадров. Вот по вашему мнению, какие еще работы необходимо проводить, чтобы молодой персонал к себе переманивать, скажем так? Ну, я думаю, что необходимо изменить, в общем-то, мышление нашего сегодняшнего и врачебного персонала, и руководящего персонала медицинских организаций. И относиться к сестринскому персоналу как к равноправному члену единой команды, который обеспечивает и качество лечебного процесса, и, в общем-то, те результаты, на которые работает медицинская организация. Вот если будет изменен подход, что это не обслуживающий персонал, а действительно полноправный член команды, то я думаю, что большую часть полномочий, которые вот сейчас предполагаются в изменении модели сестринского обслуживания, будет дополнительно возлагаться на плечи нашего сестринского персонала, больше будет возникать вопросов доверия к их деятельности, я думаю, что и в то же время возрастет и ответственность за их труд, вот этого персонала. И все это в совокупе, конечно, повлияет на то, чтобы, конечно же, в первую очередь и росла оплата труда за их труд, соразмерно с ростом их ответственности. Мне хотелось бы обратить внимание, что сегодня, наверное, впервые включены в программные документы в Рязанской области те моменты, которые касаются именно обеспечивания заработной платы. Впервые в дорожную карту введен показатель роста заработной платы и доведения ее до средней по экономике нашего региона. Я думаю, что это будет действительно хорошим стимулом для закрепления в нашем регионе кадров. Ну, давайте немножко сбавим темп, поговорим о менее, скажем так, социально значимых вопросах. То есть вопрос на злобу дня, он уже как бы прозвучал, да, зарплаты, и она будет повышаться. И это очень важно, это очень хорошо. И тем не менее, работа медсестры в нашей стране, наверное, это более женское занятие, скажем так, да. Мужчины вообще идут в эту профессию? Вы знаете, в последнее время наблюдается, вот среди тех, кто поступает в наше учебное заведение, возрастает интерес к этой профессии и со стороны сильного пола, если можно его так назвать. Очень интересные и хорошие ребята приходят в эту службу, и в дальнейшем, как бы, они закрепляются в этой службе. Я хочу сказать, что в связи с тем, что изменяется сейчас модель сестринского дела в Российской Федерации, и у них будут, как бы, им будут вменяться различные другие полномочия, может быть, даже частично переноситься и врачебные полномочия, то здесь вот как раз молодые люди будут очень необходимы и в качестве, скажем так, руководящего персонала в лечебных учреждениях, медицинских организациях. И я думаю, что на сегодня, вот, например, они очень востребованы в службах медицины катастрофы. Это тоже одно из направлений, где ребята с удовольствием трудоустроиваются. Мне хотелось бы обратиться сейчас ко всему сестринскому персоналу, ко всем медицинским сестрам нашей Рязанской области и поздравить их с этим праздником. Хотелось бы поблагодарить их за их самоотверженный труд, за то, что они ежедневно несут свою вахту и, в общем-то, ничего не требуют взамен. Они дарят свое тепло души и милосердие всем пациентам от мала до велика. Они сопровождают нас, пациентов, от момента рождения до последнего вздоха. Здоровья вам и благополучия. С вашего позволения, я от лица нашей телекомпании также присоединяюсь к вашим поздравлениям, дорогие наши девушки, ну, в большей части, да, ну, и молодые люди. Я поздравляю вас, желаем вам самого наилучшего, крепкого здоровья и чтобы у вас в жизни все получалось так, как вы хотите. Спасибо. Спасибо, что пришли к нам в гости. Это была программа «Семь минут». Мы с вами совсем скоро увидимся. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»